Дорогие друзья, у меня канал разносторонний и я непременно слежу за тем, чтобы использовать всевозможные продукты для расширения вашего гастрономического кругозора. Я подумал, я же из индейки-то ничего не делал ни разу. Вот поэтому сегодня из индейки делаю карри. Мне прислали индейку с Кемерово, марки Инди. Почему именно ее? Ну, потому что, во-первых, людей, которые это делают, я лично знаю. А потом, индейка же это удивительно очень мясо. Во-первых, карри, который я буду делать, я буду делать его из филе бедра. Не из грудки, а именно из бедра. Я вообще люблю бедра, не только индюшачьи, но и куриные. Всегда говорю, бедро это очень вкусно. Пахнет великолепно. Если у вас нет охлажденки, берите заморозку. Видите, у меня какой бонус. Но вообще, компания поставляет индейку на весь регион, начиная от Новосибирска, заканчивая Владивостоком. Поэтому для вас, сибиряки, вот это. Это я готовлю для вас. Единственный нюанс, который, значит, я, о котором я вам не рассказал. Карри я буду готовить не индийская. Мои многие друзья знают, что я каждый год езжу в Индию, но карри я буду делать наше, российское. Чтобы потом не было вопросов, мол, таких ингредиентов не найдешь. Кто ж там писал мне однажды о том, что я там рог единорога готовлю с перьями совы. Не знаю, у меня ни в одном рецепте нет ничего секретного. Но все-таки, знаете, любители потрындеть, обязательно вставить свои 5 копеек. Так, чтобы у нас все произошло не очень долго, значит, я, смотрите, я режу кусочками вот такими, не знаю, 2 на 2 сантиметра и складываю в емкость. Почему индейка? Во-первых, у меня нет ни одного рецепта из индейки. Во-вторых, ни для кого не секрет, что это мясо с пониженным содержанием жира и с повышенным содержанием кальция. Кальция, блядь, в индейке столько, что я прям ощущаю, если я приготовлю сейчас карри, волосы, ногти и кости у меня вырастут, окрепнут за считанные минуты. Но шутки шутками, конечно. Индейка действительно, все диетологи, конечно же, кто когда-либо, не дай бог, людям на какие-либо диеты садится, все диетологи говорят, индейка, 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 индейка. Ребята, не готовьте грудки никакие. Блин, сухарик как получается, сухарик. Кто бы как не готовил. Даже в Сувиде. Я буду чуть позже снимать ролики про Сувид. Буду показывать, рассказывать о том, как работает эта технология. Я вас уверяю, даже в Сувиде грудка получается не такая прикольная, как бедро. Дальше лук. Острым ножичком, острым, режем сначала вдоль. Вообще, режьте как угодно. Я просто привык резать вот так. Мне нравится, поэтому я каждый раз режу и рассказываю об этом способе нарезки. Хотите по-другому, режьте. Лук готов. Врубаем газ. Лучок сразу на сковородку. Сразу же. Видите, я всегда даже лук соскребаю обратной стороной ножа, а не лезвием. Потому что мне мои ножи дороги. Сюда льем маслице немножко. Ну, как немножко. Нужно множко налить. Для того, чтобы температура была высокая, масло является проводником температуры. И, соответственно, начинаем обжаривать лук. Даже перед началом жарки я сразу всегда солю лук, для того, чтобы из него выделялась влага в процессе приготовления. И он становился более мягким, более, что ли сказать, вкусным с самого начала. Ну, как всегда, да, чтобы ускорить процесс и дополнить вкус. Вот смотрите, видите, лук поджигается вот этими коричневыми штучками. Да, это вкус появляется у лука. Все. У нас же все равно бы это будет тушиться какое-то время, поэтому нам не нужно там много и долго жарить лук. Сразу же отправляем сюда нарезанную индейку, бедро. И первые 3 минуты не мешаем. Просто распределяем и ждем, когда она слегка карамелизуется снизу. Перец, соль, лавровый лист. Я на окошечке всегда держу веник. С лавровым листиком он свежий получается. На рынке можно всегда купить. Класс. Аромат, что надо. Таким образом, мясо и лук у меня обжариваются, я их не трогаю. Буквально 3 минуты. Сразу же начинаю мешать. Некоторые люди делают что? Дожидаются, пока из мяса пойдет вода, потом выпаривают эту воду и добавляют соусы и там, не знаю, дополнительные ингредиенты, воду, сливки, еще что-то. Нельзя давать выпариваться воде от любого мяса, от индейки. Это основа вкуса. Если в этот сок выпарился, все, у вас вкуса там остается в 2 раза меньше. Именно так делают бипстроганов. Как только начинает выделяться вода, как сразу же добавляем туда воду из чайника или соус готовый заранее для того, чтобы у нас все соки уже оставались вытраны. Готово. Теперь я сюда должен добавить треть столовой ложки муки. Для чего? Объясню. Здесь будут потом жидкие ингредиенты, в частности сливки, чтобы они не отсекались. Нет, половину ложки, половину столовой ложки муки. Вот так. У вас мука прилипает к кусочкам и потом, когда мы добавим жидкость, она как раз все это у нас сделает в замваре. Я когда готовлю, часто держу лицо над сковородой или кастрюлей, чтобы понимать, какой аромат у нас происходит уже в процессе приготовления. В начале, в середине, в конце. Нужно всегда это контролировать. Мясо все побелело, оно уже начинает прогреваться. Теперь я сюда добавляю сливки. Вот смотрите, как раз у нас начался процесс выделения жидкости из мяса. Сок из индейки начал выделяться и пора вливать сливки. Сливки 20 процентов. По объему не знаю здесь, наверное, 300 миллилитров. Но тут дело такое, творческое. Можете налить больше, меньше. Хотите, суп сделайте. Нету вообще никаких преград. Смотрите, сливки сразу начали завариваться с мукой. Это очень важно. Когда они завариваются, вода не так быстро испаряется. Делаем огонечек поменьше, то есть самый минимальный. Смотрите, если у вас сливки слишком жирные или, например, вы переборщили муки, добавьте туда просто воды и все. Будет жиже. Ммм, вкусно как. Сливки вообще любое блюдо сделают вкусным. И побольше перца. Карри это все-таки такое острое блюдо, пряное, пряное блюдо. Итак, вспоминая про карри, значит, у меня есть смесь специй, которая называется карри. Видите, у нас даже крышечка желтенькая от этого, от всего. Значит, нужно взять смесь специй карри, которая продается в каждом магазине, в каждом уголке Российской Федерации. И добавить сюда к индейке. Понимаете, о чем я? Это не индийская карри, это российская карри. Потому что в Индии, конечно, все делается совершенно по-другому. Но люди, живущие в России, любят, и мои знакомые, много кто любит карри. Вот это вот простейший рецепт, как сделать карри у себя дома. Обязательно перемешайте. И сразу не переборщите карри в начале. Вы можете добавить часть специй, потом протушить все это. И если вы поймете, что вам недостаточно, добавьте еще. Всегда поэтапно добавляйте ингредиенты, которые вдруг неожиданно иногда могут испортить ваше блюдо. Соль, перец, специи. Всегда по чуть-чуть добавляйте. Великолепно. Аромат настоящий. Почти настоящий, как в Индии. Добавлю еще один ингредиент, который согласился подчеркнуть вкус моего блюда. Это томаты. Причем, почему они порезаны? Потому что у меня лежал один помидор, на котором образовалось пятнышко. Некоторые выкидывают их, а я как повар не могу себе этого позволить. Поэтому я вырезаю все, что негодное. Все остальное режу на кусочки и отправляю в какое-то блюдо. Потому что продукты выбрасывать нельзя. И томат нам дают дополнительные кислинку. Я его кладу только всего лишь для подчеркивания вкуса, как я уже сказал. Не нужно тут сюда томата напихивать. Вот, все. И оставляю нашу сковородку под крышкой. У меня крышка будет из фольги. Вот так. И вот так. Это когда лень лезть за крышкой, или она находится далеко. Разберу фольгу. Обжимаю так, чтобы нам не нужна герметичная крышка. Нам нужно всего лишь, чтобы это все было закрыто. Чтобы лишняя влага не испарялась. И чтобы сок, который выходит из мяса, он объединялся со всем соусом. И индейка приготовится у нас буквально через 15 минут. Прошло 15 минут. Можно сразу выключить плиту, потому что индейке не нужно готовиться 40-50 минут в час. Индейка быстро готовится. Дуся. Он даже Дуся знает об этом. Смотрите, какая крутая штука получилась. Соус получился однородный. Томатик проглядывается, лавровый лист. Мука как раз не дает отсекаться. Вот мы видим это. О, тягучий, какой красивый. Аромат вообще супер. Здесь не хватает только двух маленьких ингредиентов. Это чили перца. Раз. Потому что карри любое должно быть острое. И, конечно же, чеснок. Отсюда зубчик. Мелко рубим чеснок. Заметили, я снял с плиты. И чеснок я не варю. Я добавляю в горячую сковороду. Для того, чтобы он слегка обварился. И отдал самый яркий свой аромат. Карри. Кто профессионалы в карри, я имею ввиду. Те, конечно, могут еще добавлять сюда всякие кардамоны, мускатные орехи, гвоздику. Я же вам показываю наше, простое российское карри. Как можно его сделать вкусным. Имея всего лишь три ингредиента. Так. Поливаем соусом. Соус нужен обязательно. Потому что, если вы подаете, например, с рисом, то можно рис отправлять на край тарелки, для того, чтобы он впитывал соус. Потом его вкушать, потому что он будет божественен. Острый карри можно снабдить огурчиком, который станет освежителем ваших вкусовых рецепторов. Просто нашинкуйте немного свежего, вкусного огурца. Насыпьте его прямо на карри. Добавьте сюда кинзу и зеленый базилик. Видите, которые создадут дополнительный вкусовой эффект и вкусовую гамму. Ну, либо добавьте любую, либо добавьте любую зелень. Дуся, мы сегодня добавляем только кинзу и зеленый базилик. Посыпаем сверху карри, посыпаем сверху карри. Берем ложку и с огромным удовольствием употребляем это все в себя, дабы насладиться тем самым гастрономическим смыслом, который заключен в этом простейшем блюде. Карри из индейки. Приятного аппетита!